МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторая тема выпуска. 119 муравленковских семей изъявили желание переехать жить в другие регионы страны. В округе сформирован насводный список граждан на 2014-й год желающих переселиться за пределы Ямал-Анининского автономного округа. Впервые в Муравленко прошел семинар-фестиваль по робототехнике. Робокласс. Руководитель форума, победитель Всемирной Олимпиады 2012 года Сергей Мустафин. 15 октября мусульмане отмечают один из самых главных праздников Курбан-Байрам. Праздник милосердия и жертвоприношения. На Ямале рассматривается закон об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Утвердить его нужно после того, как в России был принят федеральный закон о создании системы финансирования капремонта, который вводит обязательные ежемесячные платежи для собственников квартир. Некоторые аспекты работы новой системы финансирования каждый регион разрабатывает самостоятельно. На Ямале, к примеру, проекты документа будут дорабатывать с учетом мнения жителей округа. Свои пожелания и замечания люди могут оставить на официальном окружном портале ЖКХ Ямал. На Ямале сформирован список потенциальных участников федеральной программы жилища на 2014 год. Напомню, программа рассчитана на тех, кто выезжает за пределы Ямал-Анининского автономного округа. Эти люди могут получить выплаты для приобретения жилья в любом регионе России в виде государственных жилищных сертификатов. Всего в список вошли 3089 человек. По итогам заявочной кампании 2013 года переехать из Муравленка изъявили желание 119 семей, при том, что в общей очереди значится 654. Выезжают только те, которые участвуют в заявочной кампании. Из 654 семей изъявили желание 119. Остальные сидят, ждут. У кого-то работа, кто-то ждет, когда на пенсию выйдет супруг или супруга. Или обучаются там детям. То есть по различным причинам люди не участвуют в заявочной кампании. В основном мы работаем только с теми, кто изъявил желание, написал заявление. И мы с ними уже формируем учетные дела для переселения. Более подробно о программе переселения из районов Крайнего Севера в рубрике «Актуальное интервью». По вашему прогнозу, с учетом того количества, которого мы переселяем ежегодно, когда мы, скажем так, избавимся от этой очереди? И вообще, есть ли какая-то надежда людям в ближайшее время все-таки покинуть районы Крайнего Севера? Если говорить о перспективе, то за один год все они не переедут. Это очень огромная сумма потребуется из федерального бюджета, которую навряд ли нам выделят. Поэтому эта очередь у нас будет. Постепенно, конечно, мы ее уменьшаем. Но опять-таки, люди выходят на пенсию. У многих жилья за пределами Янау нет. Они приходят к нам, обращаются, становятся на очередь. То есть, одни уходят, другие приходят. Эта очередь по размеру своему у нас, она стабильна. В прошлом году примерно такое же количество людей на очереди было. В позапрошлом было такое же количество людей. То есть, уходят и приходят. Она у нас стабильна. Но ежегодно у нас уезжают люди по государственным жилищным сертификатам. Говоря о сумме, какая сумма выделяется на каждого? Если семья из одного человека, это одна сумма. Если семья из четырех человек, это выше сумма уже. То есть, они разные. Они зависят от размера семьи, от стоимости одного квадратного метра по Российской Федерации, от размера субсидии. А субсидия у нас, она рассчитывается исходя из стажа, отработанного на Крайнем Севере. Если мы отработали от 15 до 20 лет, нам 80% дается. От 20 до 25, 85% и так за 5 лет по 5% дается. То есть, для каждого эта расчетная сумма невозможно сказать, сколько положено на одного человека или сколько положено на семью из одного человека. То есть, все это рассчитывается. Ну, примерно семья из одного человека получает субсидию в размере миллиона. Плюс-минус. Из двух там миллион двести, миллион триста. Смотря, опять-таки говорю, стаж, сколько квадратов. Это все рассчитывается. Ну, это примерная сумма. В каждом регионе, да, за пределами Ямала стоимость квадратного метра, она разная. Вот в какие регионы в основном уезжают наши жители, да, и хватает ли им там на приобретение полноценного жилья? В основном уезжают. Это Московская область, Ленинградская область, Петербург, Краснодарский край, Ставропольский край, Башкирия, Татарстан. В основном туда, редко кто там, Валтайский край. Такие вот. В основном вот эти вот регионы у нас идут. Сумма, да, она рассчитывается, исходя из стоимости одного квадратного метра усредненного по Российской Федерации. То есть, какой бы регион человек бы не выбрал ехать, расчет будет идти, исходя из одной суммы. Будь то Московская область, будь то Ленинградская область, будь то Краснодарский край. Одинаковая сумма. Но есть поправочные коэффициенты. По Московской области, по Ленинградской области мы эту всю субсидию умножаем на коэффициент 1 и 2. Там немножко сложнее купить. Конечно, этой суммы не хватает людям для того, чтобы купить жилье. Кто-то берет ипотеку, кто-то берет помощь у детей, у кого-то есть свои накопления. То есть, каждый определяет, как они могут решить эту проблему. Скажите, а такой вот момент, у человека здесь есть квартира, да, он ее как, он передает на баланс муниципалитета или все-таки он имеет возможность ее продать и добавить, да, скажем, какую-то сумму к этой субсидии? Основное условие получения государственного жилищного сертификата это обязательство о передаче жилого помещения органам местного самоуправления. Если человек занимает жилье по договору социального найма, он расторгает договор, снимается с регистрационного учета и по акту нам передает жилье свое. Если это собственник, мы заключаем с ним договор мены на государственный жилищный сертификат. Жилье переходит в муниципальную собственность, жилье по акту нам сдается и человек выезжает. Обязательно здесь с дачи идет жилья. Скажем, вы говорили, да, это миллион там сто, да, миллион двести, а на самом деле-то, например, двухкомнатная капиталка, муравленка стоит две восемьсот, здесь как? Если семья при получении государственного жилищного сертификата видит, что субсидия меньше, чем стоимость квартиры, они отказываются от получения и продают свою квартиру и выезжают. То есть есть у нас и такие люди, очень много людей, которые отказываются от таких сумм. Уже еще до получения, когда они видят по расчету, что они получат сумму намного меньше, чем стоимость их квартиры, они говорят, нет, нам выгоднее продать квартиру. Продают и уезжают. Где люди могут более подробно узнать об условиях переселения из районов Крайнего Севера и посмотреть, скажем, вот эти списки, очередность? Списки очередности, они могут посмотреть на сайте администрации ЯНАО, департамент вывешивает обязательно там информацию. Списки у нас находятся в свободном доступе, пожалуйста, приходите, смотрите. Информация о переселении, какие документы собирать, какие условия, последовательность действий, все на стенде у нас в холле висит. В любой день человек приходит, читает, смотрит. Есть телефоны, они могут по телефону обязательно звонить, узнавать. Есть приемные дни, четверг с двух до пяти. Специалист уделяет внимание, все рассказывает, объясняет, проводит консультации. Для каждого выдается, вот кто приходит на консультацию, список документов, скорректированный уже для этой семьи, что собирать, что не собирать. У всех же условия там различные. Поэтому информация, считаю, что доступная. Губернатор Ямала провел очередное заседание антинаркотической комиссии округа. Открывая заседание, Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что совместная работа силовых структур и органов власти приносит положительные результаты, но масштабы незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ все еще велики. Во многих странах, и мы вот этот пример хотим у себя тоже попробовать, принято такое, что если человек попался на незначительном правонарушении, связанном с его наркозависимостью, на торговле, на распространении, ему предоставляется выбор между отбытием наказания и прохождением курса освобождения от наркозависимости. Вот нам представляется, это правильный, позитивный путь, которому и надо следовать. Вот создание национальной системы реабилитации и призвано к тому, чтобы реализовать этот путь. С болезнью бороться надо, и это процесс длительный, но надо, в первую очередь, бороться с причиной возникновенной. А причина – это наша молодежь, это воспитание наших детей, это их занятие спортом. То есть это сложное все, в принципе, состоит из простого, которым нужно системно заниматься. И тогда, когда будет привито поколению отвращение к наркозависимости, я думаю, вопросов не будет даже не быть. Между тем, на Ямале подведены итоги социально-психологического тестирования подростков на склонность к наркозависимости. Тест прошли более 11,5 тысяч школьников и студентов. Из них 6% участников склонны к алкогольной, 8% к наркозависимости. Специалисты профильного ведомства не сразу отыскали необходимую методику тестирования, а на обработку результатов откликнулся лишь Новосибирский институт клинической психологии. Итог – тестирование будет принято для внутреннего пользования окружным департаментом образования. И в следующем году такое тестирование пройдет уже в штатном режиме. Сейчас рассматривается вопрос о проведении тестирования медицинского. В Муравленко прошел семинар-фестиваль по робототехнике «Робокласс», а базовой площадкой для него стала первая школа. Организаторы фестиваля – специалисты Центра технического творчества. Руководитель форума – москвич Сергей Мустафин, тренер сборной России по робототехнике, победитель 9-й Всемирной робототехнической олимпиады 2012 года, представитель Российской ассоциации образовательной робототехники. В семинаре участвовали 8 педагогов и 45 школьников 3-9 классов. Они посетили теоретические занятия и мастер-классы. Итогом обучения стали соревнования «Составная траектория». Такой семинар в рамках развития городского образовательного консоциума «Технопарк» прошел в Муравленко впервые. И это только начало, говорят организаторы. Впереди серия вебинаров. Их организует Российская ассоциация образовательной робототехники. Эти вебинары будут смотреть и участвовать в них ребята не только из наших школ Муравленко, но и мы охватываем весь Ямало-Ненецкий округ. То есть дети из образовательных учреждений наших территорий будут участвовать в таком робототехническом вебинаре. Пока не запланировано у нас до конца декабря этого года, но потом, я думаю, мы перейдем уже к соревнованиям. В Муравленко начинается подготовка к ежегодному окружному детскому фестивалю народного творчества «Все краски Ямала». Его проводят для того, чтобы привить интерес подрастающего поколения к национальным культурам народов, населяющих Ямал. Муравленковские школьники принимают участие в фестивале каждый год уже на протяжении 15 лет. В 2013-м он пройдет в Таркасале в конце ноября. Там наш город будет представлять делегации из пятой школы. На сцене необходимо показать обряд с песнями и танцами, народную игру и элементы декоративно-прикладного творчества. При этом необходимо продемонстрировать знания традиции данного народа и игру нужно провести на его языке. В прошлом году мы возили еврейский обряд и все, что связано с этим народом. Позапрошлый год возили чувашский обряд, все, что связано с этим, декоративно-прикладное творчество и народную игру. 15 октября мусульмане всего мира отмечают Курбан-Байрам. Праздник жертвоприношения, который знаменует собой окончание хаджа ежегодного паломничества в Мекку. В Муравленко почти половина населения мусульмане. Поэтому и к празднику Курбан-Байрам здесь отношения особые. К нему готовились. К примеру, корову для жертвоприношения привезли из Ноябрьска. После молитвы вышли жертвоприношения у нас было. Корову вот зарезали. Ну, конечно, есть жалость немножко, но все-таки праздник. Это святое для нас. Принесение в жертву животного – обязательное действие. Суть праздника состоит в том, чтобы, подобно пророку Ибрагиму, принести Аллаху в жертву барана, верблюда или корову. Мясо животного принято делить на три части. Если основываться по шариату, то делиться на три части. Но здесь части люди с собой не забирают. То есть мы полностью отдаем им на благотворительность. Половину мяса жертвенного животного раздадут малоимущим жителям города. Остальное пойдет для приготовления праздничного ужина. Курбан-Байрам – один из главных праздников ислама. Праздник милосердия и жертвоприношения. Отмечают его с размахом. Не только в мечети, как мне сегодня довелось услышать, но и во многих местах в городе этот праздник празднуется. Люди собираются коллективно, посещают свои семьи, родственников, поздравляют с этим праздником. Павел Золтов, Тимофей Сапильник – новости нашего города. Ямальских мусульман поздравил с праздником и губернатору округа Дмитрий Кобылкин. От всей души поздравляю всех с праздником Курбан-Байрам, праздником радости, добра и милосердия. Идеи мира, справедливости, заботы о ближнем лежат в основе межнационального и межконфессионального согласия, способствуют сближению народов, духовному оздоровлению общества, нравственному воспитанию молодежи. Мусульманские общины Ямала – активные участники всех региональных программ, направленных на возрождение духовных традиций, сохранение социального благополучия и межнациональное сотрудничество. Искренне желаю вам счастья и благоденствия, крепости духа, мира и согласия. В Муравленко завершились соревнования по пулевой стрельбе, которые проходили в рамках спартакиада трудящихся Ямала. Турнир такого уровня наш город принимал впервые. Спортсмены из шести муниципалитетов разыграли восемь комплектов наград. Но главная цель – победа в общекомандном зачете. Вряд ли бы кто сделал ставку на победу в турнире муравленковской команды. Ее руководитель Олег Карасенко говорил, что хорошо бы повторить прошлогодний успех, занять третье место. Но и этого сделать не удалось. Даже родные стены не помогли. В командном зачете хозяева довольствовались лишь пятым местом. В личном же перенстве муравленковские стрелки завоевали шесть наград. Лучший результат у Елены Девятовой. В стрельбе из малокалиберного пистолета она стала второй. Смирнов Олег из пневматической винтовки занял третье место. Половинкин Александр из малокалиберной винтовки третье место. И Антонова Светлана из пневматического пистолета тоже третье место. Светлана Антонова стала третьей и в стрельбе из малокалиберного пистолета. Такого же результата в этой дисциплине добился и отец Олега Тарасенко, тоже Олег. А основная борьба за общекомандное первое место, как и предполагалось, развернулась между стрелками Ноябрьска и Губкинского в составе обеих команд, члены сборных Ямалой России. К примеру, в Ноябрьской дружине мастера спорта международного класса, призеры чемпионата России 2013 Юлия Дьякова и Степан Ширяев. Но все же первое место завоевала сборная Губкинского. Ноябрьск стал вторым в бронзах нового Оренгоя. Немножко недоволен, конечно, получилось. Вот про то, что я говорю, что с боев техники получился. И спортсменка наша немножко не справилась с волнением, с этой ситуацией. И не показала тот результат, на который она могла показать. Хотя в первый день она попала достойный результат, 30-95, а вот лежа, МВ-9, она не справилась. И мы заняли второе место. Впрочем, со следующего года шансы команд решили уравнять. В турнире запретят участвовать стрелкам, которые входят в составы сборной округа. Главный судья о соревновании Алексей Юрков считает, что изменение в регламенте пойдет только на пользу. Я считаю, что это может и правильно, может быть. А то, получается, в каких-то муниципальных образованиях есть высокие спортсмены, а других нет. Ну, например, в Наярске у нас там мастера спорта международного класса. В русском районе этого нет. Нет и в Муравленко таких, и в Надыме таких нет. В Губкинском есть, но вот поэтому решили уравнять. Сборная некоторых муниципалитетов, зная, что не имеют шансов занять высокие места, отказывались от участия в турнире. Поэтому организаторы надеются, что в следующем году заявки подаст большее количество команд. И это, безусловно, будет способствовать популяризации стрелкового спорта на Ямале. Евгений Дегтяренко, Вадим Брачек. Новости нашего города. На сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 16 октября в Салихарде минус 8. Ветер западный до 2 метров в секунду. В Ноябрьске 5 градусов мороза. Западный ветер до 4 метров в секунду. В Муравленко 16 октября минус 5. Ветер западный до 4 метров в секунду.